Итак, теперь мы будем делать листики. Листики делаем из атласа, слегка на желатининного. Вырезаем такие квадраты, которые бы вошли в размер нашего листа. Из этих квадратов мы по диагонали будем вырезать здесь три детали листиков. И листиков поменьше у нас будет две штуки. Опять же, вырезаем патиоканалии. Здесь атлас плотный, и поэтому он легко, в общем-то, держит форму, и поэтому выкраивается очень легко. Вот таким образом у нас вырезались листочки. Теперь нам нужно обработать каждый листочек. Средину листочка мы... Сейчас я вам сразу скажу, что сами листики мы будем сажать на литоны. Литоны у меня уже... Я вот уже тут часть сделала литонов. Литоны понадобятся не только на листике, но и на лепестки. Для лепестков я еще доделаю тут, но на листике нам тут точно подойдет. Значит, что мы делаем? Сначала нам надо посадить все листики на литоны. Сейчас мы это быстро сделаем. То есть мы намазываем литон и садим с левой стороны на него лист, отступая где-то 0,5 сантиметров от верха. Вот таким образом. Вот это один листочек. Я сейчас вам на одном покажу. На одном большом, на одном маленьком. Второй листочек. Так приклеил все плохо. Сейчас еще раз приклеим. Плохо клеим смочила. Вот так. Таким образом. Можно такие листочки делать не обязательно прямо располагать серединку. Можно ее немножко с изломом делать. Но пока вот это мой первый цветок такой. Я его не буду пока делать с изломами. Буду делать вот прямо как мы привыкли. Итак, нам надо теперь обработать эти лепестки. Мы с вами включили двойной нож. Но сейчас это будем обрабатывать двойным ножом. Берем подушку и проводим сначала. Вот я по левой стороне сначала провожу. Едва и два тихонечко. Вот. Теперь проведем это все по правой стороне. Вообще я читала, что при обработке многие мастерицы смачивают листики, делают их влажными. Вообще-то можно было и попробовать. Я делаю все это на сухую. А надо было, конечно, попробовать и на влажную. Так, сейчас я беру вот эту подстилку. Мне кажется, надо немножко сделать более жесткую подстилку. Она у меня мягкая получилась. Вот так. То же самое делаем с другим лепестком. То есть сначала проходим по правой стороне, ой, по левой стороне. Вот так. Теперь переворачиваем направо, проходим по правой стороне. Так, что там сползает. Вот. Что ж такое? Сползает и все. Так. Вот. Прошло. Так. Теперь мы все-таки, наверное, я выключу наш двойной нож. И попробуем обработку сделать немножко влажными лепестками. Я просто слегка просто попробую, не знаю, как это все дело выйдет. Чисто эксперимент. Мне немножко тут листочек помялся. Вот так. И здесь этот второй тоже немножко намочен. Так. Все. Начнем работать с одинарным ножом. Здесь обработка листиков не такая, как мы привыкли, да? Просто прямые линии. А здесь обработка более такая тонкая. Здесь линии должны быть немножко такие вот, знаете, волнистые. Резные. Вот такие. Кстати, да, смотрите, влажный листик. И он немножко по-другому. Вот так. То есть надо сделать его более таким ажурным. Вот так. То здесь, в общем-то, можно фантазировать как хотите. Потому что наша задача, чтобы лист был более ажурный и имел очень интересную форму. Вот так. Видите, как он у нас получился? Вот. То же самое сделаем с левой частью листа. Вот левую часть мне неудобно даже делать. Попробую вот так вот с этой стороны. Да, не очень удобно. Постараюсь все-таки. Так. 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 Посмотрите, какой лист у меня получился. Это еще не вся обработка. Мы сейчас обработаем второй лист. Потом перевернем на левую сторону и будем работать с обратной стороной. Но с обратной стороной мы будем уже делать не копеечкой, а пяточкой. так. Да, интересная работа. Субтитры сделал DimaTorzok Я не знаю, я вот веду просто линии так, как считаю, вот как мне удобно, я не знаю, может быть я не так правильно немножко это делаю Всегда новая работа Как-то стараешься выдумывать по-своему, поэтому вот я считаю, что это даже с одной стороны хорошо Потому что у каждого человека немножко маски работают по-разному Это классно немножко, когда она, в общем-то, тоже интересно, как обрабатывается Так Вот так сделаем Что ж прилипать стало прям Может быть я просто стараюсь и сильно нажимаю Я просто пытаюсь, чтобы у нас сами наши листики получились достаточно такими объемными Вот так С правой стороны Теперь будем обрабатывать с левой стороны широкой пяточкой Итак, мы поставили разогревать широкую пяточку Она представляет собой примерно то же самое, что нож, только вот основание у нее достаточно широкое Этим и отличается Теперь мы будем вот ее поверхностью обрабатывать наши лепестки с обратной стороны Вот так они смотрятся, как с правой стороны Мы немножко их вот распрямим И перевернем на левую сторону Теперь попробуем Вот все места между вот этими нашими полосами вырезанными по правой стороне Пройтись в средине В средине стараясь вот особо не задеть Не заходить за эти полосы Не знаю, как вот это получится Сейчас, вот видите Вот они, у нас выпуклые должны получиться места вот эти Здесь просто расстояние между прожилками есть такие очень-очень мелкие, но мы их Самые мелкие мы трогать не будем Мы просто обработаем те места, где может вот пройти наша широкая пяточка Еще раз повторю, что наша задача сделать наш лист очень-очень таким вот объемным Вот так мы прошлись по одной стороне Сейчас посмотрим, вот как она у нас выглядит Сейчас попробуем пройтись по-другой Может быть даже только с краю Чтобы не поломать вот эти вот линии, которые одинарным ножом мы вырезали с вами Сразу скажу, что с такой тканью, с толстым атласом, очень тяжело оказывается так работать Я просто думала, что листики хорошо, если они будут такие твердые достаточно Но, как оказалось, надо выбирать все-таки более мягкий такой ткань, мягкий атлас, допустим Вот, смотрите, что у нас получилось Вот такой листик у нас в готовом виде получился Даже его отпускать не надо, вот как вот он есть Вот так он выглядит Вот такой ажурный Так, теперь то же самое сделаем вот с маленьким листиком Приходим там, где можно Смотрите, давайте посмотрим Вот так он Вот так он Так, теперь я могу Вот какой у нас получился второй листик Первый, вот второй Таким же образом мы должны обработать все наши листики